Каким глупым царем. У меня наоборот теперь стало, что как он мог вообще с ними знаться, а не с ним. Свет включил над тобой. А до этого я совершенно, так нас будет видно. Вот шторки прикрыть. А, ты там вон об этом и сделаешь. И вот когда проходит время, какие это новые данные. Вот я помню мы на большом собрании у отца Дмитрия Дудко были, потом я Глебу Якунину задавал, а этот он только 7 лет отбыл в лагерях советских. Очень искренний такой человек. Диссидент за слово Божие. Исповедник Христов. Я говорю, как мог царь, который готовится канонизировать и знаться с таким Распутиным. Ну даже вообще не знаю. А данных-то никаких не было. Сведений никаких не было. Когда сейчас завеса-то приоткрылась, у меня вопрос по-другому. Как Распутин, пророк Божий, он Божий пророк, мог, значит, с царем с таким. Царь-то совершенно не на уровне был. Вот меня что теперь трогает. Вот, Игнатий Тихонович, вот попутно вопрос. А вот сейчас на Украине, я посмотрела ролики, они историю вообще на Украине переписывают. Да. Вот первое, тысяча, ой, 41-й год, да, война. И вот уже в истории детям преподают, что это Украина победила, а Россия как бы помогала воевать с немцами. Развязывала шнурки им, когда-то было. Как интересно, я посмотрела все это, чему учат украинцев. Это простое все. Сейчас один писатель там... Вся история лживая получается. Писатель говорит, с Украины был в отпуске в России, Краснодарский край, Ставрополье проехал. Ни, говорит, не слышал про Украину хоть одно плохое слово. Ни одного. В магазинах все есть, дороги европейские. И везде. Только приехал на Украину, сразу нападение, террор, Россия, Путин виноват. То есть, мы, говорит, от России-то здесь на 200 лет отстали. На 200 лет. А то писатель пишет. Мы были на Украине, много колесили, сейчас на миссионерской поездке были. Видели, как... Ну, по одному-двум человекам ничего нельзя решать. Мы-то были как дома, в то время еще этого Майдана не было. Тем более, у нас знакомые везде, в Одессе. И мы не могли вообразить, что это другое государство. Это всегда было одно. У нас у кого-нибудь, не возьми, жены, у батюшки, у всех украинцев. У Вики, так сказать, у Вики говорю. У нас родственники с Белоруссии. У наши родственники, прабабушки с Белоруссии. Да. Все белорусы. Оттуда прабабушки. Время проходит. Открываются какие-то данные. Вот у меня особенно вопрос о Распутине. Так-то не бывало больше нигде. Это никаких данных не было. Я сейчас на это прямо отвечаю. Ведь он сказал, что если его убьют, то то и то в России будет. И царское семейство погибнет. И это будет недолго. Но буквально через три месяца все случилось. Ну а вы думаете, будет царь в России? Царь. Не думаю. Совершенно. Нет? Я думаю, здесь, в данном случае, я с чем-то не согласен. С Оси, по-моему. Люди царя уже просят. Я согласен. Мы ехали дорогой, с нами ехал священник, который уже короновали царя. Он уже стоит сейчас, прости, тайно. Да. Я посмотрел его, уголовник настоящий. Страшно. Вот у меня ролик такой есть там стоит. Просто смотреть. Понимаешь, что... Ну я маленько это отличаю нормального гражданского языка. Вот такая физиономия, так говорится, не физиономия, а ряш. А где это посмотреть можно? Ну, может, я вам скину даже посмотреть. Про царя, да? Да. Нужен ли он? Царь-то, если бы был нужен царь для Барнаула, и то, как? Тут мусульмане есть, надо что бы приняли. А для царя-то все родные дети. Царь-то Николай был, у него все мусульмане, все как родные дети. У него голубая дивизия, в охране везде были эти мусульмане. А сегодня-то как? Их вам близко нельзя, он расстреляет тебя. Обстановка совершенно другая. Вот на относительного царения царя, как русские ждут, Осипов прав. Он же помазанник Божий царь, правильно получается? Осипов говорит, что если принять антихриста, то первые примут русские православные. Прямо дай царя, дай царя искупитель. Какой, говорит, искупитель? Когда искупитель Христос, он умер за нас. Мы должны прислушиваться, что другие говорят. Царь, а зачем он царь? Есть руководитель, глава государства, что делают, надо молиться. А дальше от нас ничего не зависит. Мы должны соображать, зачем молиться. Вот в этом только плане. Вы знаете, Игнатий Тихонович, еще вот такой вот вопрос тоже. Закон новый приняли. С 1 января 2017 года Путин принял закон, сейчас скажу, о выселении земельных участков. Да? Да, что вот у кого были неприватизированы, или как земля. Значит, особенно это касается Москвы и Сочи. Вот такой закон был. Я забыла какой. 208-й, кажется. И, в общем, теперь, значит, люди. Это вообще страшно, ведь такой закон. Ну, только для государства. Если государству понравится вот твоя земля, твой участок, да, они спокойно тебя могут переселить куда хочешь. А оно всегда так было. Входь до депортации. Да нет, это всегда было так. Выселить народ со своей земли. Это всегда было так. Уже такой с 1 января 2017 года закон. Но только они установили закон, а так и было всегда. Еще государству требуется, они переселяли, убирали, и дальше там все. Ну, государство, потому что нуждается. Они должны сдать эквивалент, выбор, чтобы было 2-3 места. Это такая же площадь, чтобы было. Чтобы люди-то довольные были. Ну, вот и параллельно с этим законом еще я посмотрела. Знаете, настроили что-то 250, сколько-то там тысяч тюрем, что ли. Я не поняла, тысяч или сколько тюрем. Тюрем настроили. Тюрем это для кого? Для нарушителей. Для каких-то нарушителей? Для нарушителей. Я говорю, нас, наверное, скоро всех ссылать будут куда-нибудь. Хотя мы и так в Сибири уже. Но сейчас говорят, что люди не могут платить за квартиру, их выселяют в более мелкие. А что они должны делать? Они с года в год, главное, тепло получают, а платить не платят. Но еще с ними делать. Давайте конкретно. ЖКХ, почему должны их отапливать в пустые комнаты? Ты, тебе это нужно, но уже родственники разъехались или умерли. Живет одна бабка. И что с ней теперь делать? А три комнаты ей надо? Не надо. А люди молодые, негде жить. Я считаю, абсолютно правильно. Вот такие законы, когда издают. Я так с позиции государства смотрю. А как бы я поступил? Так же поступил бы, как они. Самое страшное на прошлой неделе было, до этого, это в Псковской области, наверное, арестовали Библии, которые шли из Запада. Синодальный перевод. Арестовали на складах, на складах Библии. Пока не определили, куда. И во Владеостоке арестовали Библии. Арестовали, и суд вынес решение сжечь. Сжечь. Синодальный перевод. Но пока суд не дал разрешение сжечь. Суд вынесли, но остановились. Ну, это прослушали, я посмотрел в интернете, все это действительно так. Я дал свой ответ, что если власть принимает это решение Библии, власти не устоять к Ирдыке. Так это страшное дело. Это все. Сжигать Библию. Власть, Кремль, Бог развеет в пыль и прах, ничего не будет. Почему? Я бодрствую над Словом Моим, говорит Господь. Зачем им Библия? Где Библии нет, там нет нравственности. Там безумие одно. Это сатанинство. Я не могу ничего сказать, но это сведения какие-то на лицо есть. Это столько тысяч лет в Библии все жили, ее сохранили. Какие были инквизиции, все равно Библия до нас дошла. А то Дек Литьян был такой гонитель. Он, кажется, в 313 году был отправлен, говорит, в свое место. И он как раз вынес закон, чтобы Библии преследовать и прочее. Если это так, то эта власть повторяет ошибки императоров. Это не просто ошибки, а роковые ошибки. За один листик будут отвечать, а не за экземпляр Библии. Если там неправильно, там свидетели Иеговы, это вопрос другой. Чтобы они не подделывали. Но синодальный перевод, если действительно так будет, надо писать будет, чтобы оповестить власти, что это смертельный приговор им в первую очередь. Время уже много, пойдем мы, Игнатий Тихонович, нам еще в магазин надо. Давайте. Нам надо продукт, а то мы без проблем. Да, во славу Богу. Выздоравливайте, не болейте, чтобы как-то это... В это воскресенье, в воскресенье, наверное, ну да, как раз. Рождество-то у нас будет в субботу. В субботу батюшка тут будет. В субботу? В понедельник будет? Его не будет. Не будет? Нет. Нет, значит, не будет. Я не расслышал, виноват. Он же для этого и приезжал две недели сподряд, чтобы здесь... Ну да, он тут два раза, каждую неделю, вот эту приезжал, прошедшую неделю. Мы доверяемся Богу. Бывает часто совсем не так, как ты думал. Все расплановали, все как надо. Да нет, планировать это не загадываешь. И поезда нету, поезда нету, непогода. А там что-то убого уже вымерено для нас. Надо научиться спокойно ждать, принимая решения, которые Бог принимает, не мы. То есть у меня выхода никакого нет. Как одеваться? От погоды зависит. Как ехать? Каким транспортом? От погоды зависит. Наши там едут в соседнее село напротив, на снегоходе. А там машины стоят. Пересаживаются на машине, и там трассы, и трассы туда едут. Я смотрела ролики, это ваш племянник, Василий Лапкин. Вообще-то какие ролики у него хорошие, мне понравились. Там лагерь, стан у него, потом какая-то собачка там еще я смотрела. А где ты их увидела? А? Где ты? Ну вот я заходила, когда Виктория занятия там свои делала. Это он выставил-то. Я у него забрал это дело. У меня только на следующей неделе они будут. Не, мне так понравилось это. Не, у него прям. Это его, на его. Да, да. Там потом посмотрела еще, ну, его местность, где он живет тоже там. Там горы у них такие, да? Ну да. Красивая у них такая местность там. Киргизия. Он сегодня утром уехал. Ну, он такой веселый, жизнерадостный. Мне так понравилось. Я говорю, это прям душа радуется, что такие люди, ну, какая-то радость у них на душе. Сегодня у Новосибирска у племянника, у второго, у другой сестры. Ну, и домой полетит. Он приехал под лечиться. А лечиться еще вовремя вставай, пей, ешь с нами. И все, ни одной таблетки. Ну, я смотрю, вы его на работу даже отправляли, да, со всеми. Видела, говорит, а теперь все троем на работу. Благословили их, да? Вы лечиться, если думаете, когда никакие таблетки не ешьте. Из денег. Да, даже таблетки нет. Надейся на Бога. Если лечить тебя будешь, то от простуды надо 7 дней, а не будешь лечить все неделю. Разницы нет никакой нет. А так это очень отрушительное действие для организма. Ну, ладно. Все помычу. Во славу Божию. Вы выздоравливайте, не болейте. Вот теперь мне мешки только, а то сшитите как. Может быть, вы возьмете 5 мешков своих? Нет. Вот не люблю сапоги, которые так вот, как будто бы брюхо лопнуло. А у нас какие подарят, мы тем и рады. Ну, это я знаю, что нет. Люблю, не люблю, нам... Раньше никогда не было. Вот у меня валяло. Хоть его снял, надернул, все. Мы, как говорится, дареному коню в зубы не смотрим. Вот так вот. Что дали, это мы и рады. Это вот нам женщина одна купила, им двое сапог подарила. Штанины ее там это зажимают. Она у дяди Володи, он тоже, смотри, видишь, как он застегивает. Я никогда такие не носил, просто их не признаю. Мне тоже подарили. Вот развалят, так как будто живот разрезали. Ну да. Тоже Роман малыш подарил. Да, тоже подарил. О, сейчас косточки, да? Да, гайки. Так, это кто у меня? София. Твою, да, косточка? Да, есть. Так, а у этой замок надо пермантируть. Так, у нас сюда. Дети давай, вверх. Как вы там бегали, соревнование было, кружка, вода-то носили по стадиону. Плохо стали вести себя дома совсем. Все, не могу я с ними, что-то не справляюсь я. Я говорю, надо вас на воспитании, Игнатия Тихона еще, хоть на недельку бы. Вот они бы за неделю как шелковые были, да, здесь? Да, да. А у вас бы опять бы расслабились. А у нас что? Мам, что хотят, то и творят. Перед мамой-то. А здесь вот они, они так сидят спокойно, я удивилась, да, столько времени, они ни слова не сказали. Только послушали. Вы что-нибудь запомнили? Может, про царя что-нибудь запомнили? Это, наверное, в темноте светятся вот эти, да? Да, да, да. Мы же им подарили все. Ну, вот эти полоски-то. Ну. О, это, это Верина. Эта женщина, однако, вам тоже хочет в общину прийти все. Она смотрит ваши ролики, Вера. Такая хорошая... Она ногами не наступает, вы будете сразу в губы. Хорошая женщина такая. Вот она нам принесла. Вот туда прям-то надела ногу и давай. Вот так. Все, во славу Богу. Слышите, держи. Если Господь благословит, пока ничего мы не знаем, мы придется вам где-то там или потеряете на земле работать. Это всегда будете все время вместе. Каждый день видеть, как твои плоды приносят. Да, конечно, в деревню надо. В деревню надо хоть как ехать. Здесь что делать? Вот они утром встали, нам делать-то нечего здесь. Понятно. А там работа будет хоть какая-то у них занятие. Все, да? Благодарим Бога. Господи, слава Тебе. Боже всемогущий, хвала Тебя. Милости Твоя полна земля. Ты знаешь, что необходимо человеку. И жизнь нашу устроить по заповедям Твоим святым, по Святой Библии. Научи нас видеть нуждающихся. Посети и в Сирии детей, обездоленных, заброшенных. Ты знаешь их, пошли им все потребное для жизни. Благослови правителей в разуме, дабы они не прикасались с худыми мыслями к Слову Твоему. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во славу Божию. Аминь. Аминь. Сумки. Еще не забыли? Сумки, сумки. Держите. Через дорогу аккуратно за руки беритесь. Все? Сумки. Ага. Дверь, дверь закрывать. Так. Это ваши? Угу. Ну, у нас тут больше ничего нет. С Богом. Вы не болеете? Выздоравливайте. Я прошвыркал. Вася приехал, я в намост повел, меня там прохватил намостки. Почти целый месяц. Ну, вам никакая помощь не нужна, ничего. Все. Все нормально. Все нормально. Вот так. С Богом. До свидания вам. С верой. С верой. Слава Богу. Благословен Господь. Смотри, где они? Вот они идут. Пошли. Видишь, как хорошо видать. Все-то забыло. Забыли, где ворота, наверное. Что она могла забыть? Это интересно. Как будто ничего. Все, пошли дальше. Вон они пошли. Они голубей что-то решили посмотреть. Ладно. А непонятно, что она вернулась-то. Молятся, крестятся. На качели побежали. Ну, там снег сейчас не накачаешься. Что-то... Посмотри. Сейчас я их тут... Не выходя из дому. Посмотреть. Это мы находимся в городе Барнауле. Улица Ползунова, 6. Мы еще не сделали горку. Не знаю, буду делать или нет. Сегодня, по-моему, 3 января 17-го года. Правильно? Вторник. Я когда простываю, то не моркаешься по неволе. У меня совершенно полная глухота наступает. А потом потихоньку-потихоньку отходит. Видишь, вот снег. Какая пуща. Это выше окна насколько сугроб. О, Кирилл. Вот так. Это вот сказать только так. А представьте, это каждый день. С утра до вечера. А там еще маленькие. Доехать надо. Ребятишки где. Мы-то так вот привыкли. Вот раньше было у нас ребятишек дома много. Мы даже не замечали. Не шестеро, а десятеро. Десять ребятишек было. Опа. Топ, топ. Что-то не так. Господи благослови. Они все увидели, как у нас делается-то. Я ничего не говорил. Сами знают. Это они смотрят наши ролики. Видишь, как мы... Спаси, Христос, ребятишек. Ну, давай. Куда идти теперь? В какую сторону? О! Ну, пожалуйста. Сейчас посмотрим. Мы переключили на новую. Это наш дом, видать. Не видать, что-то. Вот они по улице пошли. А я их так и не отличаю. Маша и Соня. А сестры, да и все. О! Благослови их, Господи. О! côté больной. Рецепт! Полеся! О! О! Рецепт! Рецепт! Продолжение следует...